В начале этой недели Нидерланды обнародовали предварительные результаты расследования катастрофы малазийского Боинга над Донбассом. И вот, согласно предварительным данным, эта катастрофа произошла из-за попадания в самолет большого количества предметов, обладающих высокой энергией. Такая формулировка у многих специалистов вызвала недоумение. К сожалению, через месяц после начала расследования мы не узнали из опубликованных материалов ничего нового. Цель, видимо, заключается в том, чтобы заболтать, извините за такое непарламентское выражение, и скрыть истинные обстоятельства и организаторов этой провокации. Расследование, так как положено по мировым международным правилам, не проведено по сей день из-за того, что украинская сторона умышленно тормозила это расследование, умышленно назначила Межгосударственную комиссию по расследованию с задержкой на две недели. Окончательные результаты экспертизы должны быть опубликованы в течение этого года с момента авиакатастрофы. При этом ранее в Нидерландском совете по безопасности заявили, что не будут полностью обнародовать данные бортовых самописов Боинга. Таковы правила самого Совета и Международной организации гражданской авиации ИКАО. Самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля. Погибли 298 человек. Трагедия стала поводом для взаимных обвинений. В Киеве сразу же заявили о том, что Боинг сбили сторонники самопровозглашенных республик. Он действительно упал на территории частично ими контролируемой. Те в ответ обвинили во всем украинскую армию. Конфликт вышел далеко за пределы Украины. В него оказалась втянута и Россия. На Западе уверены, что Москва поддерживает Донецк и Луганск. Кремль это категорически отрицает. Кремль это категорически отрицает. Кремль это категорически отрицает.